коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель не разберем что такое импульсное движение при пробое уровня вспомним механику кто знает напомним кто не знает надеюсь что поймете за счет чего и за счет кого мы будем получать импульсное движение перед началом хочу напомнить что 15 числа пройдет отличный вебинар регистрируйтесь приходите по ссылке под видео будет интересно так давайте наверное сначала схематично как обычно потом покажу две идентичные ситуации но совершенно разные по движению значит на примере у нас будут шартовые картинки поэтому схематично тоже покажем покажу на шатах значит есть уровень неважно локальным глобальные самое главное чтобы цена здесь оставалась довольно продолжительное время пока цена стоит над уровнем всегда особенно какие-то такие вот свежие экстрем мы они генерируют желание участников торговать отбой всех научили на графиках здесь продавай здесь покупай да то есть нет ничего проще подход к лою воспринимается как подход к поддержке поддержка равно покупки да и здесь начинают различные участники совершать покупки значит те кто торгует на крепки особенно на форексе большие плечи завышенные объемы это все лакомые кусочки до для того чтобы их позиции вытащить на стоп лоссы тем самым отобрать значит при заходе цены под уровень происходит активация стоп лоссов стоп лоссы от покупок это рыночные продажи да то есть по достижению закрываем покупку обратной сделкой то есть продаем это первая дающая сила которая будет толкать цену вниз вторая движущая сила это такие товарищи как мы ожидающие пробой при прочих равных да там подход к уровню постоять маленькая волатильность это все да 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 и вот мы значит заходим в продаже да то есть открываем шорты и это вторая движущая сила которая будет генерировать движение вниз вот все это вместе сложили получили импульс что делать если импульса нет здесь вопрос он такой исследовательский то есть нужно понимать как ведет себя инструмент если инструмент ходят целом движение откат там импульс постояли импульс откатили постояли импульс это отличный инструмент для торговли пробой если инструмент ходит кашей всегда большую часть времени да вот кто торгует форекс на кросс парах наверняка замечали есть те кто там фунт йена например да они бегают очень быстро стоят стоят потом быстро быстро побежали есть кросс пары например с франком которые ходят крайне медленно крайне неохотно на крипте тоже есть такие инструменты которые двигаются крайне крайне неохотно но и те кто например упали и лежат вместо импульса могут здесь начать делать бяку бяку да то есть надо тейка не достает стоп лосс не цепляет что нам делать как нам быть сколько времени ждать вот это движение значит временной вот этот интервал его нельзя как-то определить ограничить до какими-то рамками заранее здесь необходимо посматривать в первую очередь на поводырей вторую очередь это что происходит да что у нас есть слева то есть если у нас например в восходящем движении откаты к которым цена может стремиться для того чтобы выбить эти стоп лоссы зачем это делать рынок не производят до ничего у меня нет добавленной стоимости деньги переходят всегда от смелых к терпеливым и если кто-то например купил там после откат постояли и здесь открываются покупки то стоп лоссы будут стоять за откатом и если не будет никакой манипуляции перед дальнейшим уходом то эти позиции остаются в рынке и например купив bitcoin там по 50 не не знаю по 59 тысяч или по 60 я хочу досидеть до 100 вот придет на 100 тысяч я закроюсь а если не придет я ничего своей позиции делать не буду как у меня можно отобрать позицию только одним путем вытащить меня на стоп лосс здесь можно какие угодно картинки рисовать я не хочу давать свою позицию я готов отдать этот стоп либо без убыток и я буду сидеть ровно столько столько сколько хочу там в ожидании своих заветных там 100 тысяч это просто ну вот рамочный значит вчерашняя ситуация они идентичные по своей сути единственное здесь на тень не по это не попали но сейчас посмотрим значит биток у нас есть восходящее движение есть некий откат мы здесь стояли на торговке не было никакой манипуляции мы уехали дальше наверх то есть все те кто вот в этой области набрали себе ланговых позиции вот здесь они все в день и до тех пор пока цена не сходят под уровень да то есть не вытащит их на стоп лосс и все эти товарищи будут находиться в плюсе у нас был там небольшой закол утра но тут же бы это быстро не с утра там на открытие да по моему америке быстро все это дело от купили то есть глубокого захода нет значит но там может быть самые самые ближайшие стопы кто прям за экстрем ставил их цепанули но объем недостаточно и в общем мы отлетели у нас есть вторичный подход еще покажу по крупнее вторичный подход сопровождается мало волатильностью и в общем это раз пробойная сделка на те точно такая же картинка единственные с утра пробовали заходить уже пробой она отступила но вернулась обратно единственное что здесь возврат у нас не к уровню да то есть к злончику а чуть ниже то есть у нас здесь необходимо сделать адаптацию заход естественно в пробой так как волатильность было не очень маленько то повышенный стоп и как итог я закрыл в микро плюс потому что она не пошла не пошла значит идем на биток это та самая ситуация да и куда мы можем подвигаться да то есть если нас здесь будут срывать куда мы еще можем сходить то есть здесь у нас отвесный рост никаких здесь коррекции нет только лишь этот хвост представляет какой-нибудь интерес с учетом того что мы росли потом манипулировали уходили то есть он как бы и так уже нацелен на выбивание стопов но является правильным откатом поэтому на него ориентир так далеки не тянул 3 к одному и в сторону значит малая волатильность очень короткий стоп лосс и как это практически ответственное падение у нас было вот мы продвигались постояли продвигались постояли продвигались постояли продвигались суть одна да мы не откатываем движение импульсное продолжается продавец давит 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 разбивает лимитки которые встречаются на пути и мы проваливаемся дальше вниз вот эта картинка наверное эталон того как должны двигаться инструменты ну и совсем супер это когда сразу палкой долетает до этой но это мы должны очень долго стоять перед уровнем здесь должно генерироваться огромное количество стопов все должны уверовать в то что лимитка не будет пробита и вот тогда можно поожидать сильного импульсного движения здесь ситуация больше локальная поэтому как пример вторая ситуация с монеткой тир здесь все то же самое у нас есть куда подвигаться да то есть есть какие-то интересные места по мере роста здесь не было ни одной не единой манипуляции это было последняя да но после нее мы тут опять стояли то есть мы резко не улетели после нее подход сопровождается у нас опять мало волатильностью поэтому первый вход был здесь и 2 ну опять вынесли то есть вот здесь кто набрал здесь short они здесь в плюсе их выбивают и поехали обратно то есть агрессивные заходы и так можно если вы готовы там отдавать чуть больше чем там 5-6 стопов к ряду в сделках при этом выгребать из сделок сильно больше чем 3 к 1 то в принципе можно и так действовать да то есть смотрим у нас есть трендовое движение у нас есть какие-то хвосты у нас есть такие вот поджатые до движения если импульса нет ну скорее всего поедем обратно до работать ли здесь контр тренд ну я такой не люблю против домашки но тоже имеет место быть есть хвостики можете на карте ликвидации посмотреть наверняка пока мы здесь стоим за ними копится стоп лосс и вот их выбили и поехали то есть это открытие америки первый час довольно частое явление кстати последнее время на крипте значит в отличие от битка да да можно даже вот минутку открыть просто как двигается инструмент мы не особо не стоим не поджимаем то есть мы вывалились чуть-чуть остановились поехали дальше у нас опять была остановка попытка обновления лоя не пошло и нас начинают катывать да то есть у нас начинается обратное движение инструмент не идет биток двигается эфир там двигается тире стоит эта монетка начинает расти то есть крайне крайне некомфортная ситуация поэтому я принял решение закрываться так как есть до после вот этом торговки ребят там если кто-то держали я писал что там если лаи обновляются да можно в принципе в безубыток переводить и попробовать ее все-таки потянуть потому что биток на новостях там по расследованию то там какой-то приняли общем маркет мейкеров и такой негатив плюс негатив подкинули то что там китае вроде на реализацию битки завели ну то есть можно было ожидать что там тот же самый фирм принципе неплохо клюкнулся но нет пробойной картинки нет того самого подхода к уровню то есть просто издалека провалился сейчас обратный подход и в принципе здесь можно ожидать такие движения да я там из ожиданий по эфиру это вынести здесь и скорректироваться здесь по хвост чуть-чуть закололи но хотелось бы все-таки для такого уж полноценного туда подальше выгребать вынести абсолютно всех и после этого уже можно будет спокойно подвигаться в лонг так что если импульса нет скорее всего не будет да то есть скорее всего не пойдет импульсное движение не обязательно вот прямо на палками 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 все в нашу пользу она либо против нас самое главное чтобы движение продолжалось то есть мы откатили и здесь чтобы не было вот этого обратного хода и как на эфире чтобы не было вот этой картинки когда нас начинают обратно поджимать допустим там зайди я здесь short и увидеть такую ситуацию потом там раз на торговка в лонг 2 на торговка вон ну то есть зачем сидеть то есть я хочу ехать дальше вниз этого не происходит манипуляции и резкого движения вниз нет то есть движение остановилась и не продолжается коррекционный вот этот ход либо это будет продолжение то перехали заранее неизвестно да мы можем лишь предполагать поэтому крайне крайне аккуратно если не идет сделка по сценарию можно минимизировать убытки до самое главное на дистанции это сохранение рисков сохранения стопов поэтому стопы без убыток прошел инструмент 2 к 1 стоп можно поставить без убыток идет инструмент с обновлением да там относительно уровня выход остановка если мы этот лой обновляем можно также поставить без убыток ну да может выбивать но это все только статистика да покажет где и когда лучше вас получается переносить стопов без убыток можно обесценить позицию закрыть на объем который обеспечит безубыточность в случае срабатывания стоп-лосса да то есть мы чуть-чуть закрываем в плюс но стоп оставляем там где он стоял если вдруг будет ретест уровня очень многие ретест воспринимают как обратное движение и при этом отдают позицию потом цена уже идет не давая да где-то там подобрать то есть все сугубо индивидуально по изучайте инструменты как они ходят и посмотрите где можно ожидать импульсное движение если видео что инструмент палками двигается значит можно ожидать если видите что инструмент чаще ходят вот таким образом то то есть через такую широкую кашу и особенно плохо когда у нас обновление экстремным неглубокие коррекция существенная то есть заходя в пробой 100 придется стоять очень далеко вот изучайте пробуйте использовать обязательно стоп лосса всем удачи пока пока а